Я хочу поприветствовать всех участников и слушателей конференции. Тема моего доклада разрабатывалась в рамках большого проекта по созданию православной энциклопедии Иркутской епархии, в которую составной частью войдет тема «Духовное учебное заведение Иркутской епархии». Как уже много об этом говорилось, Ангинское селение было известно далеко за пределами Иркутской епархии уже в XVIII веке. Благодаря тому, что именно здесь 28 августа 1797 года родился будущий святитель Иннокентий Вениаминов, митрополит Московский-Коломенский, который многие годы своей жизни посвятил миссионерской деятельности, распространению православия и просвещения не только в России, но и на Аляске. Святитель Иннокентий во всех местах своего служения создавал школы, составлял учебники, как в предыдущем докладе все было хорошо показано, и занимался преподаванием как церковных дисциплин, так и светских, а также обучал детей и взрослых различным ремеслам, которыми владел в совершенстве. Поэтому не случайно второклассная церковно-учительская школа, открытая в Анге в 1898 году, получила имя своего знаменитого земляка и получила имя Иннокентийской. До этого в Анге существовала уже школа одноклассная, она была открыта 1 октября 1887 года и успешно просуществовала 11 лет. К концу 19 века в России назрела необходимость подготовки кадров для школ грамоты, и именно второклассные школы осуществляли эту функцию. В разных уголках России открывались такие второклассные школы, где преподаватели готовились преимущественно из крестьянской среды. И в 1897 году архиепископом Иркутским и Верховенским Тихоном было предложено открыть в Анге второклассную школу к столетию со дня рождения святителя, тогда еще не святителя, митрополита Московского Иннокентия. Архиепископ Тихон объявил сбор средств на постройку и обустройство школы. На призыв архиепископа почти память знаменитого миссионера Сибири общество откликнулось очень охотно и сочувственно.